Здравствуйте, дорогие друзья. Пролетела недельная глава Тазрия и уже пятница. Перед нами шаббат. Давайте поговорим немножко о результатах всех наших бесед. Человек всегда верит в начальство, в собаку, жучку, в лото, во что-нибудь. Те, кто полагает, что высшая цель человеческой жизни пить вино или закусывать устрицами, исповедуют тоже определенную религию, пусть очень материалистическую, но религию. Вера, она вмонтирована в человека. Если Бога в душе нет, будет вера в революцию, цезаря, футбол, что хочешь. Надо верить. Поэтому мудрецы и говорили, что главная благодарность Творцу с утра, когда мы говорим благодарность, это спасибо, что ты и есть. Потому что если он есть, это совсем другой мир. Если мир случайный, если мир построен по системе, а вдруг, то тогда нет смысла ни в чем. А если он есть, значит, в каждом событии, в каждом действии, безусловно, есть какой-то смысл, но мы его не понимаем. Но зато он есть. Это очень главное. Раз есть Бог, можно спастись из любой ситуации. Эмуна, это вот вера во Всевышнего. Если ты входишь в атмосферу эмуны, ты проскакиваешь в пространство судьбы. Ты поднимаешься выше. И ты можешь изменить любую ситуацию. Предположим, кому-то на сегодня предназначалась крупная потеря, убыток или еще что-то. Но утром, хорошо помолившись, этот человек вошел в атмосферу веры. И это поменяло его судьбу и отвело потерю. И так во всем. Так или почти так устроен мир. На что тратить свою жизнь? Жизнь короткая. Тратить ее надо на духовное, потому что оно вечно. И на тех, кого ты обязан согреть, кому помочь. Я расскажу короткую историю, эту притчу, которую рассказал 55-летний мужчина. Я от его лица вам и расскажу. Очень часто надо начинать уже спрашивать себя, действительно ли мне нужна какая-то новая вещь, за которой я не вижу белого света или которую работаю дополнительно. Стоит ли для этого пропустить выступление какой-то дочки на концерте или соревнования сына по футболу. Вот мужчина рассказал эту историю, она очень интересная. Однажды я сел в габаритон и подсчитал. Средняя продолжительность жизни человека 75 лет. Да, кто-то живет больше, кто-то живет меньше. Но средняя статистика, вот средняя дает 75. Умножаем 75 на 52. Это количество недель в году. Выходит 3900. Столько у нас неделей выходных в нашей жизни. К тому моменту, говорит мужчина, мне было 55 лет. То есть я прожил уже 2900 из 3900 вот этих дней. У меня оставалось тысячи. После этого я пошел в магазин. Игрушечный. И приобрел тысячу малюсеньких шариков в пластиковых. Взял банку, сыпал их все туда. И каждый раз после выходного дня я доставал по одному из них. Замечая, как количество шариков уменьшается, я стал обращать больше внимания на истинные ценности в жизни. И я начал думать о том, что действительно для меня важно. Знаете, нет более сильного средства, чем смотреть, как уменьшается количество отпущенных тебе дней. Именно тогда понимаешь, сколько времени мы тратим на абсолютно бесполезные вещи, даже во вред себе. Этим утром, сказал мужчина, я достал последний шарик из моей банки. Поэтому каждый последующий день для меня это огромный подарок судьбы. Надо задуматься. Надо всем нам задуматься или пойти купить пластиковые шарики. Чтобы понять, как правильно распределить свою жизнь. Сегодня мы вечером, не просто у нас шаббат. У нас рожходыш, месяц и нисан. Мудрецы полемизируют о том, в какой день был сотворен мир. И многие говорят, что это первая нисана. К тому же, говорится в Торе, что нисан это первый месяц еврейского календаря. Это царский месяц, это великий месяц, это месяц исхода. Это особый шаббат, это особый рожходыш. И поэтому обязательно надо подумать обо всем, что мы сегодня говорили. И после шаббата, достав один шарик, посмотрев на него, если у вас нет шарика, просто посмотрите. И вдумайтесь, на что мы тратим жизнь, а на что она нам дана. И это окажется, как говорят в Одессе иногда, две разные вещи. И вот это плохо. Я надеюсь, что у нас у всех хорошо пройдет сегодняшний день. Я очень надеюсь, что будет хороший, добрый шаббат у всех. По крайней мере, я этого желаю. Брахава и Ацлаха. Надо, ну я не знаю, вот хотя бы в этот шаббат как-то раскрыть сердце. Хотя бы в этот шаббат как-то увидеть мир иначе. Чтобы мы все были здоровы и живы. Брахава и Ацлаха. Брахава и Ацлаха.